Господа, для сегодняшнего видео мы сами провели исследование. Мы опросили 15 женщин возрастей от 20 до 30 по всему миру. Мы их спросили, что на их взгляд из одежды на мужчинах сводит женщин с ума. И мы просили их быть конкретными. Нам важно было понять не то, что им нравится, а то, чего они без ума из мужского гардероба. Вот как проходило наше исследование. Мы опросили 15 женщин, каждая из них нам дала список с десятью предметами. Всего получилось 150 пунктов. Из этого количества, как вы понимаете, было много повторений, но мы выбрали 29 предметов, у которых было как минимум по два голоса. В топ-1 вошли те вещи, у которых было как минимум 5 голосов, и победитель получил 13. Итак, начнем мы наш список с 9 предметов, которые получили по два голоса. Это мягкий свитер, дубленка, бушлат, пижама, худи, гимнастерка, боксеры, очки-авиаторы и самое необычное – это халат. Лично я не ожидал увидеть халат в топ-10, поэтому если вам нравится, носите его спокойно. Далее у нас идут 5 предметов, которые получили три голоса. Белая футболка, фланелевая рубашка, чиносы, пальто и кожаная куртка. Лично для меня это было удивлением, что кожаная куртка не набрала больше голосов. На мой взгляд это классика, которая должна быть в каждом мужском гардеробе. Кожаная куртка придает мужчине мускулинность и более дерзкий вид. Поэтому если вам нравится кожаная куртка, то пусть это вас не смущает. Носите на здоровье. Также я был удивлен, что фланелевые рубашки не получили больше симпатий. Далее три предмета по четыре голоса. Свитер с V-образным воротником, теннисные кроссовки и оригинальные рубашки. Я был рад увидеть его свитер в этом списке, но оригинальные рубашки? Не совсем понимаю, что они имели в виду. Ну а теперь давайте начнем наш ТОП-10. И это довольно тесная борьба, потому что все эти вещи получили по пять голосов. Первая вещь – это Хенли. И это понятно, потому что она привлекает внимание к груди. Хенли это в принципе то же самое, что и Пола, только без воротника. Она более кажуала, но круче, чем футболка с графикой. Следующая вещь в нашем ТОП-10 – это чистая хрустящая рубашка. Это имеет смысл. Мужчина в рубашке по размеру. Воротник создает линию шеи, и в целом классический вид создает впечатление, что этот мужчина наделен ответственностью. И завершает на ЧТОП-10 аксессуары. А именно браслеты, кольца, подвески и другие виды украшений. И по-честному часы могли бы быть и выше в этом списке, потому что есть такие женщины, как Тейлор Загая. Она написала, что когда она смотрит на украшения, то ей нравятся те, в которых есть смысл. Поэтому такие украшения, как браслет, можно спокойно заменить на часы, если для вас время имеет значение. На девятом месте с шести голосами находится кажуал рубашка с закатанными рукавами. Почему? Мы уже об этом говорили, женщинам нравятся предплечья. И если вы худой парень, то, пожалуй, это лучший образ, потому что, когда рукав закатан чуть выше локтя, это создает впечатление, что ваши руки больше и сильнее. Даже если у вас не руки-базуки, и вы худощавый парень. Это также хорошо выглядит, если вы в теле. Так что вместо футболки, если у вас не атлетическое тело, лучше надеть рубашку. Она прикроет чуть больше, она выглядит лучше и создает более гармоничные пропорции. На восьмом месте у нас футболка. У нее тоже шесть голосов, но она была выше в списке у женщин. Но с футболками есть нюанс, вы должны быть худым и подкачанным. Поэтому если вы не в самой лучшей форме, тогда вам лучше вернуться к пункту с кэжуал рубашкой. Для вас это будет лучше работать. Но если вы в прекрасной форме, тогда смело надевайте футболку. Девушкам это нравится, и в этом нет ничего плохого. На седьмом месте с семью голосами находятся духи. Думаю, что для большинства из этих женщин хорошие духи это что-то свежее и ясное. А вот Лаура из Иллинойса сказала, что она хочет слышать сильный аромат на мужчине. Поэтому можете попробовать что-то с амбраксоном. Вы будете пахнуть как многие другие парни, но зато девушкам это нравится. Элизабет из Колорадо написала, что ей нравится что-то более табачное. Ей по душе более тяжелый и сладкий аромат. Так сколько же надо потратить? Ни одна из женщин не написала, что надо покупать дорогие духи. Но вот Эмилия из Иллинойса написала, что ей нравится что-то вкусное. Поэтому тут можно присмотреть духи с ноткой корицы или другие гурманские духи, в которых есть ноты кофе, шоколада, карамели. У меня уже аппетит просыпается. Мое последнее слово о духах, господа. Найдите то, что вам нравится и носите это с уверенностью. На шестом месте, но также шесть голосов, потому что в целом эта вещь находилась выше по списку. Это пошитый на заказ костюм. Костюм, который на вас хорошо сидит. Если вы давно в стиле, то наверняка слышали такую поговорку, что для женщины хороший костюм так же, как для мужчины красивое белье. И, господа, я не могу не согласиться с этим высказыванием. Это правда. Серьезно. Даже несмотря на то, что костюм становится все более редким явлением, женщины по-прежнему считают это привлекательным. Почему? Потому что он делает мужчину более красивым. Он увеличивает плечи, сужает талию, создает мужественный силуэт. Когда вы начнете носить костюм только потому, что вам нравится, это изменит вашу жизнь. Итак, на пятом месте с девятью голосами у нас короткие боксеры. Понимаете? Боксеры набрали два голоса, белые трусы плавки не набрали ни одного. А вот короткие боксеры – самое то. На четвертом месте, набрав девять голосов, идут джинсы по размеру. Вы заметили? Это не просто джинсы, а джинсы, которые идеально сидят по размеру, и тут есть два пункта. Во-первых, надо выбирать подходящий стиль, не надо покупать рабочие джинсы, разве что для работы. Но для большинства людей такой свободный стиль не совсем подойдет. Мешковатые джинсы для большинства мужчин тоже не подойдут. Скини джинсы тоже не для всех. Суть в том, что вам надо найти стиль, который вам подходит. Может это будут джинсы со складкой или зауженные джинсы. Может самый обычный стиль. Но найдите подходящий стиль штанины и практикуйте этот стиль. Что я имею в виду здесь, так это практикуйтесь в том, чтобы найти свой идеальный размер. Многие парни покупают себе слишком свободные джинсы. Конечно, я не хочу сказать, что вам надо покупать джинсы на два размера меньше, но почему бы не попробовать что-то более облегающее. Найдите джинсы, которые вам подходят, которые делают так, что ваши ягодицы выглядят круто. Ей это понравится. Итак, на третьем месте, и это не сюрприз для вас, если вы смотрите мой канал. Ботинки. Почему? Во-первых, ботинки делают вас выше. Они добавляют 2-4 сантиметра к росту. И это круто. И в ботинках есть нечто, что любят женщины. Вот эти ботинки из зеленой замши. Лично я считаю, что каждый мужчина должен иметь пару ботинок. Итак, на втором месте я знаю, что я уже прокололся, но это часы. Я поставил часы на второе место не потому, что многие женщины указали часы, но они писали, что это аксессуары и украшения. И я думаю, что они имели в виду часы. Итак, на первом месте 13 из 15 женщин, с которыми мы общались, указали на то, что это их просто сводит с ума на мужчинах. Что же это? Это? Красивая. Обувь. Я знаю, что мы говорили о ботинках, но о чем они говорили, так это о различных стилях обуви, которые показывают, что мужчина независим. Итак, две женщины сказали, что им нравятся ковбойские сапоги. Господа, все дело в деталях и материалах, из которых сделана обувь. Тейлор из Огая, она написала про замшу, она просто без ума, когда мужчины носят замшевую обувь. Это требует уверенности, и это действительно выделяет его на общем фоне среди других мужчин. Одна женщина говорила про Броги, для нее это прямой сигнал, что мужчина знает, куда он движется. Мисси из DC написала, что она любит лоферы. Они легкие и веселые, как раз такого парня она ищет. Итак, вы знаете, что нравится женщинам, но чего следует избегать в одежде, господа, об этом вы узнаете в этом видео. В нем я рассказываю о вещах, которые не стоит носить. Серьезно, парни, неважно какой год на дворе, эти вещи просто не стильные. Они не делают вас лучше. Так что да, обходите их стороной. Переходите по этой ссылке.